Ждём мы сейчас старта игры, у вас ещё немного времени есть. Чё-то я хотел сказать, и мы на чём-то остановились, но я пытаюсь вспомнить на чём. А, мы остановились на том, что будет делать Polarity. Как они могут здесь извернуться, скажем так, кто куда пойдёт? Могут ли они позволить себе оставить в лёгкое одного джиггернаута, или не могут? В итоге я смотрю, одного джиггернаута? Ну, гипотетически, да, правда, бестмастер его задолбёт. Блин, вообще идти в сложную квиверу — это глупость какая-то. Я не знаю, тут вряд ли они пойдут и рискнут. Возможно, они отправят Лила плюс... Соло Джекирос я вас вижу прям. Прямо Соло Джекирос. О, кстати. Что? Ты правильно сказал, мне нравится. А почему нет? Соло Джекирос в лёгкую, и трипла в сложной. Ты даёшь шарды, крутишься, Вич-Доктор кассочки. Ну, кстати, здравая идея, Роман. Ну, обычно самые идиотские идеи оказываются самыми здравыми в итоге. Первые, которые ты там навскидку генерируешь. Не, просто это реально может сработать сейчас. Вопрос только в том, что ты вряд ли отправишь Джекира в сложную, хотя с Тускаром это тоже вариант возможный. То есть они уже ходили, в принципе, в сложную с Лилом. Поэтому всё может быть. То есть в области Лилом. Не, ну там просто вот эти суппорты, на самом деле, вообще какие-то непонятные. Эти Фениксы, вот это вот всё... Ну, то есть, не знаю, реально странное. Не, конечно, убивать можно. Вот через Бэйна, Феникса и Вивера, например, можно. Гипотетически кого-то убить. Наверное. Наверное. Если этот человек будет ошибаться. Если это вообще будет человек. Ты хочешь сказать, что в Паларите играют роботы? Роботы. Не, ну если бы это был китайский коллектив, я бы, наверное, так и сказал. У нас обычно это человеки всё же. Куда там пропал наш игрок? Сек попросил RealAxXX. Ну, а ещё какие варианты возможны? Вообще Вивера не взять, скорее всего. Хотя... Не, Вивера реально пока что не взять. Так, сейчас... Опа. Всё. Поехали. Пройдёмся сразу же по игрокам. У Паларите ДК Фобос на Джакира. Паша Джаггернаут. All is on a fly. Вич Доктор. Лил на Туске. И... Кто у нас на Квапе остался? Афонин, конечно же. Простите. Да, у команды Брудмазерс. Релакс на Пейне. Вивер Фокус. Бистмастер Скнакс. Получилось. Ил на Фениксе. И Пак. Кейсер. Экзакли. Мэй Дир Фрэнд. Да. И у нас выход в Смоке. Выход в Смоке. Причём вот Лил идёт, мы видим, в первых рядах. Сейчас могут, в принципе, найти Вивера. Но... Вивер с Шукучи готов принимать удар на себя. Если только резко вниз сейчас никто не повернёт. Вот всё. Всё, всё спалились. Ну, на Феникса вкатываться такая себе идейка. Ну да. Если бы они сделали здесь килл, это был бы неплохой задел уже на линию. Но не сработала эта затея. Шалость не удалась. Мне вообще очень интересно, чем будет заниматься здесь Туск по ходу дела. Почему? Потому что... Ну, ему некого убивать. Кроме Бестмастера в его сложной линии. То есть... Ну, Бэйн на линии появляться вряд ли будет. Феникс просто улетает от тебя постоянно. Пак улетает. Вивер убегает. Всё. Короче, ему тебе смело заявить, что они такие же, как и мы с тобой. Кто? Вот, в Polarity. Они всё-таки этот репло отправляют сложно. Не, ну с Джаггернаутом это нормальная штука. То есть ты вкатился, ты вертишься, крутишься. Не будь там кэрри Вивера, я бы, возможно, даже сказал, что это, может быть, заработает. Но смотри. Нет, так Вивера вообще фармить ничего не будет. Он подходит, он умирает. Потому что у Шикучи 12 секунд кулдаун в начале игры. То есть он просто подойти не может. В это окно из 8 секунд его уничтожают. Окей. Окей, возможно ли вариант, при котором Бэйн может здесь какой-нибудь, например, инфибл или что-то такое, накинуть его на Джаггернаута? Ну если... Не, погоди. Вообще, начнём с того, что все игроки это скриптованные, как там, роботы, да? Угу. То есть вкачать инфибл в принципе невозможно в начале игры. Мне кажется, у них просто заблокирована эта функция. Но он пока ничего не качал. Они не в курсе, что так возможно. Он пока ничего не качал. И тем не менее, у него всего две опции. Возможно, ещё плюсики есть. Но это была бы слишком жёсткая опция. Ну чё, Бэйн, плюсы и инфибл. Как тебе такое? Ну нормальный Бэйн. Потом Армлет купил и погнал. Так Блава делает в пабе. Я разыграл с ним. Мне понравилось. Мне бы не понравилось, скорее всего. Так, тут какой-то такой отводик интересный пытался сделать. Кривоватый. Да, вообще получается забавное трипла на триплу. Но вообще Вич-Доктор посильнее пока будет, чем Вивер. Мы видим то, что у Вич-Доктора атаки столько же, у Вивера или бюджетом чуть поменьше. Активнее нужно Бэйну работать здесь. Это явно. Он прокачал на первом левеле Брэйн Сап. Не знаю, насколько это правильное решение. Брэйн Сап прокачать. Да, тут нужно очень активно работать Бэйну и Фениксу. Им нужно вдвоём просто сейчас брать, обниматься, заходить и тачковаться с саппортами команды Полярити. Потому что пока саппорт и Полярити спокойно гоняют. Почему? Потому что на тебя просто вкатывается Туск и с вертушки джиггернаут. А саппорты тупо убегают. Ну, навязывайте там какую-то драку, я не знаю, придумывайте что-то. Хотя да, ну блин, тут всё сложно. Всё сложно. Вот сейчас Лил подвышал. Можно ему немножечко дать в спину ударов. А просто фокус так тоже давать просто бить, это не самая лучшая идея. То есть я понимаю, что, ты правильно говоришь, может там въехать в тебя, там, закрыть и всё такое. Но, во-первых, у Тускара первый левел, да, пока? То есть въехать он пока не может. Пока он ещё не может ехать, тут ты тоже абсолютно прав. То есть выйди и как-то потычкуйся, что-то придумай, потому что у тебя просто твоего кэрри избивают. Он уже салвочку потратил. Я вот к этому веду. Богатство руну забирает Тускарчик, очень приятную. Сразу и второй левел получил. И уже выходит как раз-таки вот к Флайю, к своему, к Паше. Вот сейчас нужно уже действительно быть осторожнее. Тут Пак, смотрю, с Квапой нормально так тычкуется тоже в центре. Но вот Пак как раз является своеобразной контрой Квин оф Пейн, потому что и от её плюх, от всех он способен вернуться. И сам он урона наносит очень-очень много. И вот у нас Туск. Вот первая ошибка. Всё, Феникс. Феникс, видимо, не додайвил с Икарусом. Ну да, как-то не пошло у него. Или передайвил, наоборот. Ну, короче, вернулся он на свое место и в итоге погибает. И вот такие моменты, они очень опасные, потому что вы фактически дарите немножечко лишнего опыта. Ну, хотя за Феникса сколько тут этого опыта получится? Я тебе скажу, что случилось. Случились каски с Фениксом, те, о которых мы говорили еще во время пика. Он нажал Икарус и каски его остановили. А, ну да, такое бывает иногда. То есть, да, это работает. Это нормально. Есть у Бэйна ботиночки. Ему вот как раз-таки кому-кому, ему нужно сманивать на себя. Он самый статовый герой вообще на этих линиях. Он сейчас... Он еще и брендсап качал. Да, он 100 хп имеет. Он может просто подойти сейчас, подричковаться, вымойтить на себя саппортов и сагрить какую-то приятную драку для своей команды. То есть открыть побольше местности для своих тиммейтов, побольше пространства создать. Вот сейчас Слип пошел в Лила. Не самый страшный с анрейтом. Там немножечко тоже не... Ну, Лил, кстати, очень хитер. Он купил себе винлейс. И как раз за счет этого винлейса получается очень круто убегать от этого Феникса, который такой крайне неповоротливый, медленный сейчас пока еще. Да, неприятный мужчина. Это не мужчина, наверное, это Феникс. Да, Туск пошел там умирать у нас от нейтралов. Что получается по крипам? По крипам получается Вивера 15-1, у Джиггернаута 11-1. Чего пришли на эту линию, непонятно. Вот прям правда непонятно. Ну, вот мне больше интересно, что по крипам наверху. Вот это больше характеризует сейчас ситуацию. То есть они, в принципе, возможно, не перекиляют крип по крипам, но они сделали при этом ФБ уже. Но они дали Фобосу очень много. Смотри, у Фобоса лидерство по крипстату. У него 20 на 8, у Бесмастера 10 на 7. То есть тут перефармливает Фобос на 10 крипов. Ну да, я смотрю, тут Ликвидфайром вообще просто по кулдауну заливает. Так что, в принципе, вот это решение прийти в триплу и Джекира, который справляется хорошо с Бесмастером, оно вполне себе может быть и рабочее. Но посмотрим по итогам. Пока сложно судить. Отводик сделали у нас очередной. Правда, нужно эти крипов как-то поактивнее бить. Хотя кто их будет бить, кроме Вичдоктора? Вот только сейчас Вичдоктор начинает немножечко подбивать их. Потому что все крипы об них разбиваются. Да, Вичдоктор тут уже тоже начинает захиливать. Напасть на кого-то, да, тоже не особо хороший вариант. Единственное, на кого тут реально можно напасть, это Бэйн. Но Бэйн такой жарноватый парень. В смысле, что у него нет эскейпов. Но бежать ему будет тяжело. Ну да, тут Бэйн будет уже до Талава драться. Думаю, если у него прям все вкатится. Он просто нажмет сап, будет стараться на домашних, как можно больше. Но при этом его тиммейты могут. И кассочки сейчас неприятные, например, именно Ила есть у нас также. О, привет, Туск! Ну что, как там? Проехался Лилыч, норм? Ошибается, ошибается Илья. Я не знаю, что с ним сегодня произошло. Может, не выспался или там еще что-нибудь в этом духе. Я хотел сказать, будет забавно, если Туск попытается подловить Феникса и уедет за ним на Икарусе куда-то в далекую даль. Хорошие автобусы, Икарус, ничего не скажешь. Вот, вот, так и получилось, так и получилось. Это досаднейшая ошибка. На самом деле, это достаточно глупая. Ну да, это ожидаемо. В принципе, может случиться такое с тобой. И, ну, тут, естественно, и также аплодисменты Илу, потому что обыграл он своего Лила. Альтер-эго свою? Да-да. Альтер-эго. Тут скатились на Бэйна. Ну, не знаю. А, вот он, Бэйн. Пошел сербать. Но тут еще и пак так-то есть. Смотри. Вот у Лила вновь могут быть проблемы. Тут Сигил летает. Ой-ой-ой, Лил. Ультимейт ставит пак. Лил погибает. Касочки прыгают. Но доджит неплохо все это дело пак. Еще и уезжает там на... Чуть-чуть Курьера не убил. Да-да-да. Но Фонин пытается, пытается все еще за паком гнаться. Тут уже Сан-Рей. Феникс подхиливает. Так умело уклоняется от Сан-Рея Кейсер. Не хочет, чтобы его тиммейт сильно хилил. Касочки все еще... А я не понимаю, что они дальше лезут. Просто шансов у них тут никаких нет. У Флайя Мана только-только сейчас подрегенилась на Каске. Но надежда, возможно, на Фобоса сейчас возлагается. Потому что Фобос, действительно, сейчас из себя очень уверен. Он номер один по Крипстату. 41 на 14. Да, герой специфический. Как ни крути. И вот как раз на таких персонажах у них есть одна очень серьезная слабость. Как будто ты круто не фармил, у тебя все равно будут проблемы. Потому что... Ну, просто герой плохой. Вот и все. Я не хочу сказать, что Джакира прям отвратительный персонаж. В некоторых аспектах ему действительно нет равных. Но вот в драке он может быть слишком медленным. Тут у нас в этот раз на Феникса нормально нападают. С вертушечки его забрали. Лил опять здесь умрет. Да. Понимаешь, в этих всех драках и разменах главная вещь, что не погибает, фокус. Фокус совершенно себя нормально чувствует. У него 25 крипов. У него уже есть хилл. Сейчас он его сделал. И этой триплой цель была какая-то, возможно, вот подзагнобить слегка и триплу соперника. Понятное дело, если ты хочешь это сделать. И дать еще возможность Фобосу на топе отлично постоять. Не, ну смотри, триплы вы стояли в итоге один в один. То есть по крипам все одинаково, по уровням там тоже все плюс-минус одинаково. То есть получается то, что Фобос вроде как линию свою выиграл. Окей. В миде квапа с паком отстояла тоже, хотел сказать, плюс-минус ровно, но у пака так 5 соток сверху. Это неплохо. Очень даже. Ну, пак еще в килла там тоже сработал. Даже двух уже, два он имеет. Так что да, тут не все так радужно. Еще что хочется сказать. То, что вот пуш от полярити, гипотетически, который мог бы быть там Джекира, который у нас там уже 4 левела Ликвидфайра имеет. И под все это под Джаггернау, там под Хилингвардом. Он очень быстро накрывается, потому что деф у Бурдмазера существует тоже очень-очень неплохой. Это и Фениксы неприятные со своими санреями, это и Пак, это и Вивер там набросит просто с вормы. Тут уже 4 героя на нижней линии. Позвали Джекиросы, говорят, чувак. Ну, они пушить хотят, да, давить. Да, надо вписываться. Действительно, восьмой уровень Джекира, без макропиры, кстати. Желательно вот этот тавер, наверное, не драться, отдать его, попытаться на паке выформить даггер, потому что даггер при этих защитных действиях оборонительных будет очень-очень хорош. То есть ты сможешь отлично синициировать, при этом уехать там на арбу еще. То есть ты будешь в принципе в безопасности, скорее всего. Мы видим, что Т1 падает, пойдут дальше Полярити или нет, это вопрос. Возможно стянутся в центр, уже саппорты выдвигаются в вражеский лес. Да, но я смотрю, вот такую машину, конечно, тяжело будет останавливать, которая сейчас есть у Полярити. Правда, там жирные персонажи, плюс там Виддоктор с этим водоресторейшеном. Ну и плюс у Квапы, в принципе, уровень неплохой. Не знаю, насчет Вейла на Джекира сейчас, конечно, это итем хороший, но возможно со старта какую-то Мекку было бы более целесообразно брать Фобосу, но ему виднее. И планы у Полярити тоже на этот счет, я думаю, имеются. Ну да, возможно, есть какой-то план по использованию этого, собственно, Вейла. Вообще, есть с кем его использовать, это как бы Эквапа, который там скрипмондует, и сам Джекира, плюс там какие-то условные шарды от Лила. Ты можешь просто пиков и делать, и пушить, какая разница. Ну да, да, да. Мека хороша при поста стандартном пуше, то есть ты просто пушишь, и в тебя врывается, ты хилишь Мека, и вы еще такую драку навязываете. А так ты делаешь пиков и пушишь, тоже неплохо. Да, ну вот он Вейл, и надо продолжать давить. Нужно продолжать забирать вышки, сейчас Полярити, потому что могут они немножечко споткнуться замес... Бэйна Финс Грипп уже имеется, Бэйна 6-й левел, он книжечку прикупил себе. Да, причем это он еще и без книжечки, я так понимаю, себе 6-й уже успел получить. Да, Том Знаний только-только сейчас вылетает к нему. Так, у нас есть ультилет без мастера. Будет ли сейчас какой-нибудь рорчик? Нет. Не, рановато, рановато. Тай, по сути, не в какую-то кодовать. Ну там вот как-то зайти, если бы Флай подставился, Флай удали, убили, да и все. Флай аккуратничает, Флай молодец, и ломают Т1 Тауэр. Так, а там Джекира просто подлетает с четвертым Ликвидфайером и заливает тебе по вышке. Ну это вообще какой-то мрачный урон по Тауэру. Угу. Ну вот, чем сейчас сильны Полярити, они вот по чуть-чуть-почуть будут отгрызать эти Тавэра, и очень нужен Даггеру пак. Очень нужен пак Даггеру. Пора спать уже, Бакик. Я два раза сказал Даггеру пак? Смотри, у нас сейчас тут Фобоса убивают, причем вообще без вопросов. Пак залетел без Даггера, дал просто Сайленс на ноге. Флай в итоге поджигают. Ой-ой-ой, неплохой был бы ультимейт, это помнило. Да вот, а толку-то толку. Если яйцо, правда, поломаю, то еще будет, возможно, какой-то смысл в этом, но в любом случае это уже минус 3, и умрет еще Паша. Это минус 4 и минус 4. Все-таки, да, Клопа отсюда улетела. Ну вот, 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 поплавчинка. Мне это что-то напоминает. Мне это тоже реально напоминает. Я уже видел в прошлой игре, дважды причем. Ну, не знаю, сыпется, сыпется, поварить, вот реально как будто просто им впадло кнопки нажимать. Ну, я, честно говоря, тоже разочарован пока, очень разочарован. Причем я про вот эту неповоротливость как раз и говорил, про то, что Джекира в драке, вот пофиг, какой у него нетворс, пофиг, сколько он крипов подобивал. Он просто сейчас стоит и ничего не может сделать, потому что на него прыгает пак, очень мобильный, дает ему Сайленс, все. И ты стоишь, жирный двуголовый дракон, ничего не можешь сделать. Да, пак заехал просто отлично в эту игру. Тут, возможно, стоило подбанить полярити пака во второй стадии, потому что тоже он проглядывался очень неплохо. Еще во время первой стадии пика он проглядывался. Полярити не обратили внимания. Ты же по аналитику у нас еще знатый. Ладно. Блин, отстань, ясно. Это уже вечерняя аналитика у нас пошла, не обращайте так же внимания. Будут забирать сейчас вышку по центру, полярити. Но вот против пака, против пака с блинком уже тяжело. Пак с блинком, пак с блинком. Залетай, будешь? Нет, нет. Ну, он Бэйна так-то убивает? Он продает сейчас Бэйна. Ну, в смысле, Афонин убивает Бэйна, я имею в виду. Ну, пак, в принципе, тоже отчасти в деле. Поучаствовал. О, пак тут тоже почти приплыл. Его замораживают. Да. Ну, короче, я расскажу одну фразу. Вечер поздно, все хотят спать. Походу, это так можно охарактеризовать, потому что, ну, просто кнопки не нажимают люди, и все. Одни закинули, вторые закинули. Да, в принципе, в второй игре то же самое было. Я бы не сказал, что они в этой игре больше закидывают, чем предыдущий. Мы с тобой в второй игре то же самое наблюдали. Полярити доминируют, идут, закидывают. Брудмазеры идут, тоже закидывают, казалось бы, хотя все равно потом взяли себя в руки и остановились. И в этой игре вновь. Тешево остановиться порой в этом деле. Ой-ой-ой, и отлично, и шарды стоят на релаксе, и сноубол тоже хороший. Релакс разлетился в тускар, оно сбивает сразу же АСП самому Даркфобос. Даркфобос? Разбивает, но все еще живет Бэйн, какой же он все-таки плотный этот герой. Дезвард работает по бестмастеру, добивает его. Минус два делает команда Полярити, но теряет при этом своих же двух игроков тоже в процессе. Вивер у нас в кушах, пытается догнать теперь уже Джаггернаут. Джаггернауту отходов здесь, по-моему, нет. Он раскручивается, пытается забрать на предсмертном хрипе, скажем так, Бэйна. Удается, квапа разрутила, но просто фокус прожимает таймлапс и отходит. Да вот, и понимаешь, опять же, фишка в том, что вивер-то выживает. Погибает постоянно Джаггер, вивер постоянно живет, и он уже на пять сотен его опережает. У вивера там совсем скоро появится, я не знаю, ну, допустим, Дезолятор. Не знаю, через что будет собираться этот вивер. Вивер, ну, судя по колечку, это может быть и Линкен Сфера, это может быть вообще и Вангвард. Но суть не в этом. Суть в том, что если вивер сейчас не опростоволосится, то он соберет нормальные артефакты на имеющиеся деньги и начнет просто разваливать. У него уже есть классный этот маленький, как он называется, маленький Дезолятор. Минилятор? Минилятор. Мимилятор. Мимилятор. Да, вот это уже намекает на то, что, может быть, он соберет у нас дэмэдж в этой игре. Возможно, он думает, так, в прошлой игре у меня была Линка, мне не хватило дэмэджа. Какое решение? Блайтстоун! Е-е-е-е! Кул-кул. Увеличиваем ДПС в прямом эфире без регистрации СМС. Ну, блин, математически чисто он реально увеличивает себе ДПС приобретением одного лишь Блайтстоуна. Так, он очень крутой, смотри. Да я-то знаю. Ваши атаки уменьшают броню цели на 8 секунд. На 2, на целых. На целых 2. Так это же круто. Не, ну я же говорю, то есть чисто математически он даже с одним Блайтстоуном уже круче навалил. Ну это лучше, чем в прошлой игре, уже явно. Уже реально лучше. Там была Линкин Сфера, и что там у него еще было? Линкин Сфера и Драгон Лэнс. Я его не забуду никогда. Я не забуду его. Ну, в этой игре у него есть шанс реабилитироваться, потому что в прошлое... Да, понимаешь, в чем дело? Как раз-таки в этой игре демеджа ему может хватить, даже без вот этих вот демедж-айтемов стартовых. Возможно, как раз-таки в этой игре и был смысл Линку там сейчас собрать какую-то. Потому что, в принципе, там не такие же рабасики герои у Полярити. Ну кто там? По сути, ты Джаггернау, ты и так нормально дамажишь. Ну, с другой стороны, у него армора там, да, 11. И, возможно, вот Блайстоун в этом деле, конечно же, помощник. И в итоге Дезолятор. Но все равно Линкин Сфера тоже заезжает тут неплохо, мне кажется. Вот взять Линкин Сферу, а потом собрать Дезолятор. Или же Дезолятор потом Линкин Сфера? Нет, Линка здесь будет по-любому неплохо, потому что если ты не соберешь Линкин Сферу, у тебя будет Квапа по кулдауну просто находить и убивать через Орхит. Квапа очень любит такие вот сладкие булки, а-ля там Вивер. И ульту жалеть не будет, будет постоянно тебя через ульт сносить. Ну вот, не знаю. Просто порядок, порядок важен. Вот сейчас он купил себе Митрил Хаммер. То есть, скорее всего, он соберет сначала Дезолятор, а потом уже Линкин Сферу. Хотя, с другой стороны, если так взглянуть уже, ты берешь Дезолятор, и тогда уже лучше идти не в Линкин Сферу, а в БКБ, наверное. Ну, возможно, да, чтобы нарезать уже нормально, становиться в эту стойку-то и валить. Ну да, да, да. Такие вот та же Квапа, она по БКБ еще меньше будет слышать, чем по Линкин Сфере. Ну, естественно. Раскакивала такая информация. Может, это и будет БКБ с Митрил Хаммера, собирающийся, а? Выкусил? Съел. Просто съел Аллитишка, проклятый. Да, есть такое дело. Все может быть. Кстати, у нас тут имеют шанс подстрелять. Лил, ну что же с ним сегодня не так? Так. Сейчас, опа, и на Кабанова едет. Боже! Такие лалки! Ну ладно. Мне интересно, а они не понимали, что это может случиться? Я не знаю. Может, они специально оставляли его возле Кабана и, типа, ну, оставили Кабана специально там, потому что они видели, что подходит толпа людей и поэтому убежали специально. А, то есть не хотели умереть. Не хотели умереть. Возможно. Собили Фобоса, но его вроде как сейвят неплохо. Там лил. Правда, это не очень помогает, потому что Кейсер потрясающе прокастовывает по всей этой движухе. Минус два дела. Еще и Джаггернаут, кстати, разультился. Джаггернаут. Ну, тут неплохо. Ну да, Джаггернаутам будет тяжело, в принципе, воевать. Понравились ему его предыдущие, скажем так, потуги в первой игре с его дэмэджем. В этой игре решается именно такой порядок ему делать. Не, ну это правильно, правильно. Все-таки Вивер сам по себе герой достаточно верткий и не обязательно иметь линкубы КБ Монтостайл для того, чтобы выживать в большинстве ситуаций. Но зато если у тебя будет изолятор, ты реально за 2-3 секунды времени можешь уничтожить одного из суппортов хотя бы. Ну да, в принципе, тут не так страшно возможно где-то и умереть. Если ты при этом там двух героев, может быть, трех там подсотрешь, то дэмэдж это тоже хорошая штука. Тем более тут вновь смотрим на станы Полярити. Количество станов. Какие станы? Ты о чем? Вот, так об этом же речь. Какие станы? Вот, у тебя есть таймлапс. Поэтому, в принципе, какой-то острой необходимости в какой-то рейтинг-сфере или БКП пока что нет. Да, там хороший дэмэдж у Квапы, но если ты имеешь руками, имеешь руки и обладаешь неплохой... Неплохой реакцией обладаешь, то ты могешь. То есть от этого всего можно, в принципе, уйти, сбежать. Ты имеешь руками, а можно говорить про, знаешь, там, про мирок, вот, например, который 9к набил. Он реально людей имеет руками в матчмейкинге. В принципе, я сытый роман. Не, ну, я на секунду задумался, как это может выглядеть, и реально нашел вот... То есть теперь твоя очередь, да? Не, ну, что такое? Я все нормально объясняю. Нам, нашим зрителям, возможно, тоже интересно знать, как это возможно. Наши зрители, мне кажется, в таком же состоянии, как мы. Сегодня пятница, вечер, как бы... Я не представляю, как у меня еще мог быть состояние, наши зрители. Так, смотри, у нас находят сейчас Джиггернаута. Джиггернаута убивают. Очень уверенно, очень резво. И, да, идут дальше. Идут дальше жуканы. Как же больно, слушай. Ну вот он, стан, кстати, на целую секунду примерно. Тут еще квапу усыпили. Квапа уходит, но, возможно, Фобос или Лил отсюда выйти уже не смогут. Фобос, по-моему, уже никуда тут не денется. Еще ударчик нужен хотя бы один, наверное, от Кейсера дополнительный. Вот там еще и поджог его Феникс. Там, правда, возможно, потеряют Пейна, но он отлично отпивается сапчиком. Да-да-да-да-да. И Вивер там тоже неплохо подамажил. В итоге минус 3 делают сейчас Брудмазерс. Я слегка в шоке нахожусь, если честно. Полярити. Или же они пока вообще, ну, как бы, не поймали еще свою игру. И не все у них ладно там. Но, действительно, Брудмазерс больше заслужили эту победу сейчас. Ну, они реально больше стараются. То есть, вот, совсем расслабленно, расхлябанно действуют дайры. Эти какие-то врывы непонятные. Вот этот Лил, который там 2-7 имеет счет. У него вообще сегодня... Сегодня Лил вообще не пошло. Вот, на полном серьезе. Я не знаю, в чем дело. Может, реально как-то не выспался. Или болеет, или еще что-нибудь. То есть, я не могу узнать этих причин. Но я знаю конкретный показатель. Вот, по перформансу. Это определенно не тот Лил, которого мы привыкли видеть. Да и просто игрок уровня Лила, он обычно такого результата не показывает. Не, ну, всякие там причины бывают. Может, он там с гипсом сидит, например, играет. Откуда ты знаешь. На двух руках. Причем прям... Вполне возможно, кстати. Судя по сегодняшнему перформансу, да. Все может быть. Да, не лады. Не лады все. Полярити не все действительно гладко. Но будем откровенны. Они ведь еще не проиграли. Шансы пока вполне себе реальны. Все 3 Т2 тавра стоят. Дефиться, в принципе, возможности есть. Потому что Джекирос, он неплох. Макропиро и в дефе тоже крипы быстренько погибают. Возможно, кого-то еще может подзакрыть Тускар в процессе. Еще этот Макропиро кого-нибудь может и надамажить, и даже убить. У нас появляется у Паши БФчик. Поэтому сейчас потихонечку начнет и он разгоняться по Итанам. Хотя это достаточно поздний, конечно, в Агулфюре. Но такое дело. Что есть, то есть. Вот сейчас Релакс. Релакс находится в очень интересной позиции. Он видит этим вардом сейчас Джекира. Дает сразу же ультимейт. Сам Рей работает. Ну и Кейсер входит очень хорошо. Тоже Фобос, правда, поднимает себя на Юл и живет тем самым. Еще и в ответочку успевает прокастовать Макропиро. Правда, она там особо не работает. Ну вот Хеллингвард стоит всю эту драку. Только-только сейчас додумались Некрачи отправить ребят из команды Брудмазерс разбивать этот Хеллингвард. Но в итоге потеряли Вивера. Вивера, которого терять были не должны. Но вот который напоролся сейчас на вот эту ловушку. То, что у него нет ни Ленки, ни Блокингбара, и его спокойненько Квапа цепляет через Орхид. И он ничего не может против этого сделать. До Ленки ему осталось, правда, немножечко совсем. Мне уже не нравится Ленка. Я, честно говоря, тебе... Ну вот, я с тобой тоже соглашусь, что Ленка здесь не самый сильный защитный артефакт. Это 100%. То есть БКБ здесь выглядит намного круче. Просто потому, что тут Туск с сигилями, шардами, вкатываниями Квапа с кучей кастов. Там, не знаю, каски какие-то летают. Ну, в общем, много-много-много всего. Джекира постоянно все поджигает. Так ты реально нажал БКБ и бегаешь спокойно. Потому что у тебя ничего, кроме там ульты Джиггернаута и там Квапы. Даже вот давай с тобой реально рассуждать. Лучше, чем эта Ленка, даже сейчас с покупкой Монтостайла. Ну да. Ты, во-первых, уходишь от Орхида. Во-вторых, ты создаешь больше таргетов для ультимейта Джиггернаута. Все верно. И нет никакого резона сейчас покупать именно Линкенсферу. Вот в чем проблема. Вот и я тут соглашусь. То есть это, наверное, наименее эффективный сейчас защитный артефакт, который можно вообще придумать в этой игре. Если там, может, Блэйдмейл был бы хуже. Так, пошел Орб. Пошел Орб. Бьют Рошана неплохо Полярити. Сирошан потихонечку падает. Кейсер влетел. Поставил туда и ультимейт. Также Санрей работает. Кейсер уходит. Фейсшифт уходит также и на свой Орб. Там погибает уже у нас Кваба. Погибает также и Бестмастер с Бэйном. Гоняется за Лилом. Лила тоже убивает. Ну, слушай, там сейчас Вивер всех поубивает. Все. Флай уже там с минус армором лютейшим. Орбой его пробивают. Идет дальше Вивер. Топчет одного, топчет второго. Погоня также за Пашей. Пашу нужно бить рученьками. Пашу бить рученьками. Пашу не добили рученьками. Надо срочно на Рошана бежать, добивать. Он там пока битый. Сладенький. Да. И вот Дезолятор, Вивер вообще классно с этим Рошан справляется. Плюс еще Жука на него повесил. Ну да, с Жуком пока помахается, уже упадет Рошан. А Ега. А Ега у Вивера. Теперь можно уже какой-нибудь Баттерфури купить. Баттлфури. Баттерфули? Баттерфули. Не, Баттлфюри. Знаешь, как раньше делали? Ты же помнишь эти все дела? На ВР-очке. На ВР-очке БФ был. Да, да, да. На Миране, на Виверах. Все это заезжало. Просто уже люди разучились играть доты как бы. У них пропал дух авантюризма. Да, 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 да. Не, ну а что сейчас ты такой берешь, такой, типа, в принципе, этот Каспер с Лафиком, говорят, ну куда ты Линьку собираешь? Он такой, хоп, и БФчик собрал, говорит, у тебя дамаги много. Это реально БФчик, возможно, был бы лучше. Ну да. Там реген какой-никакой есть. Да нет, Линька реально тут, ну, просто отвратительная. Ну, прям, прям совсем. Да, ты там какой-то Орхид себя скинешь, ну, ну и че? Не факт, причем далеко не факт. Ну да, у тебя просто все остальное сжет. Бьет, короче, очень... Он еще БКБ просто сверху соберет, и будет прям вверх зашквар. Вверх зашквар. А ты помнишь эти виверы, которые собирали сначала Линьку, потом БКБ первым, вторым мастером? У меня Бернинг, как ты думаешь, почему находится в муте? Потому что он в матче против одного стана, стана Алхимика, я помню... Который не качает. Да, примерно так. В матче против одного стана Алхимика он купил Линьку, БКБ и Монтостайл. При том, что его вообще там никто не мог трогать. Ну, в принципе. То есть контроля не было никакого, ни сайленсов, ничего. Тогда вообще никто ничего такого не покупал. Я просто полыхал. У человека 15 тысяч нетворс, он имеет 100 атаки с руки. Ну да, но этот вивер, по крайней мере, уже 200 имеет. Уже приятно. Он уже имеет больше, чем в предыдущей игре в два раза. Да, кстати. И это только 2 часа минуты, между прочим. Еще все впереди. Вот она, та самая Макропира в дефенсе, которая работает неплохо, хотя фокусы... Отличные шарды. Кстати, тут бы его чем-нибудь подловить, но просто стопа нет стана у Полярити. Просто нет. Да, именно так. И вообще нет ничего у Полярити. И вот этот Джекерос, который фармил вначале, очень круто фармил. Никаких претензий вообще к нему нет. У него и сейчас хороший нетворс, там 9 тысяч. Но от него реально проку, в принципе, может быть меньше, чем от того же Бестмастера. Бестмастеру осталось купить блинг. Все, у него чуть ли не максимальный КПД. Кстати, Квапуще тут видят. Да, ее птицы подсвечивают. Она пытается уйти. И пак чуть-чуть, чуть-чуть не достает. Бестмастер считает к героям. Ему что, Некра купил, Даггер купил, и ты уже, в принципе, все. Ты чемпион. Выход на топ. Без Квапы идут драться. Опять же, очень миленько. Вот используется скан. Втроем идут. Вообще, если сейчас вовремя сообразят, они просто развернутся и навешают. Ну, сметают релакса и предпринимают, по-моему, решение не драться здесь. Брудмазерс уходят. Не, решение было вполне нормальное. Я про то, что вообще так далеко был Джекернаут и Квин оф Пейн, что они могли реально успеть подраться и развалить там пару физиономий. Просто, что у Пака не было Дрим Койла, возможно, это немного их остановило. Ну, Вивер, да, тоже далековато был. Ну, есть такое, да. Там, кстати, у Пака появляется агонимчик. У нас вот сейчас уже должен подлететь. Ну, у Пака агонимчик. Это очень жестенько. Там какую-то квапу на месте подержать. Или того же Джекернаута, который любит очень побегать. А так даже сквозь... его крутилочку даже сквозь Блэйд Фьюри. Можно будет его ловить. У Пака, правда, кулдаун сейчас на Дрим Койле. И ушел, кажется, Джекернаут. Но не уйдет Флай. Недалеко, да. Все не уходит. Ну, Жукан висит. И Пак тоже гонится сейчас за Флайем. Хорошо. Вот теперь Дрим Койл качественный. Фобос. И Фобоса тоже здесь поймают. Да, это минус один. Минус два. Ставится яйцо. Яйцо ловать, кстати, некому. Просто все горят. Очень сильно горят. Хороший ультимент Афонина, кстати. Он сбивает Аеку и Виверу. И убивает при этом еще и Бестмастера. Япаша делает ТП. Ах, ты ж Япаша. Не убегает. Там фокус уже лица отрывает. Просто смотришь на то, как этот Вивер наносит дэмэдж. И реально становится страшно. Больше, чем с Драгонлендсом урона у этого Вивера определенно. Ну да, у Паши была неплохая попытка, в принципе, телепорта. Но не прошло. Номер не удался. 2400 у Вивера. Смоук от команды Бодмазерс. Тоже не самый понятный смоук. Они просто хотят сделать дополнительный пиков. Редко кто-то ожидает, что у тебя под базой сейчас нарисуется пара человек. А тут как раз стоит обсервер, который видит Лила. Лила усыпили. Лила сейчас убьют. Вот. Этот момент, он реально очень классный. Вот ровно потому, что это... Ну, редко. Редко ты такое ждешь. Тем более, что тут стоит в центре очок. То есть ты вроде как думаешь, что вот, у меня вообще все под контролем. Это не так. И сейчас... Хорошо, давай смотри с другой стороны. Ты правильно, в принципе, говоришь. Но давай смотри с другой стороны. Какое сейчас было основание у Лила бежать вот туда? Да просто шарды дать на отпушную банальной. Но крипы это достаточно далеко еще. Так вот. Поэтому ему и пришлось бежать так далеко. Вот в чем, собственно, фишка. Ну, такое. Мне кажется, он тут вообще куда-то ринулся зря. Ну, ты правильно сказал. Если вот так вот будут выходить, то, конечно же, он их будет накрывать. Ну, просто это достаточно такой тоже быковатый мув. И это делают, ну, такие, скажем, да, где-то агрессивные команды. Да нет, это круто на самом деле. Тем более, если там кто-то выжил, ты просто идешь как бы и думаешь, что сейчас придете пушить Т2 на топе, например. А они идут по миду, например. Да, даже любой пуш, он выглядит более организованно, да, более размеренно. Вы, типа, собираетесь, идете с крипами, а тут просто у тебя под базой 2-3 человека. Ну, да, да, да. Это реально подстава. Так, у нас тут бестмастера, вот этих каббалис сейчас подожгли, и Афонин нормально с них собирает лут. По-моему, луту сорб у нас собирает хобос, если я не ошибаюсь, а я, скорее всего, не ошибаюсь. Где-где-где-где. Ну, да, да, луту сорб обычно из таких шмоточек делается. Предлагают мне попробовать сборку героя. Не зависло. Блин, как же круто. Что там, что там? Да у меня в доте, вон, предлагают сборку героя попробовать. Блин, я хочу попробовать сборку героя. Я, 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 сборку героя. Azure Constellation. Это не то, это вот та левая книжечка. Харпузы пить. Пойдет. Боже, это вообще такое. Virtus.pro ходит. Тише, тише. Вот этот самый топовый, кстати. Вот этот реально очень крутой. Virtus.pro ставьте. Не, ну вот этот мне нравится. Я уже тоже рассказывал, кто там смотрит мои трансляции, кто знает, что вот этот худ с драконьями крыльями. Изначально... Откуда он идет, типа? Это с драгонайтом? С драгонайтом, который с щитом таким, с крылом дракона. Пашу тем временем убивает, он как раз таки без щита. Да, да, да. Так вот, и получается, худ изначально делался в 3D. То есть этот худ, он просто рисовался именно как 3D-модель, и потом он переводился в двухмерное пространство. Так вот, попытка убить вивера. Как, зачем, почему этот дезвард вообще ставился. Не знаю, может, надеялись на то, что Квапа успеет, вовремя даст Орхид. Тогда да, тогда все могло получиться. Квапа может подзагулять. Там, правда, Релакс прожал ультимейт зачем-то в ДК Фобоса, сбивает ему сразу же этот ультимейт Квапа с Айленсом. Ну и Бэйна мог быть проблемой, хотя он очень живуч, конечно. Мне понравился Вивер. Он просто, чувак, ты лучший. Вот прям реально лучший. У него стоит Бэйн, говорит, короче, ща зацеплю пацана. Погнали. Ща, ща, ща. Вивер тут стоит. Так. Тут стоит Бэйн. Так. Бэйн говорит, ща цепляю пацана. Погнали, Вивер. Окей, бро. Я еще как бы... А там просто Бэйна вот так вот. Роман, я могу добить Вивера. Вот так вот, в три ствола просто лупит. Я добью тебя сейчас. Давай. Нажимай на Вивера. Ща. Нет. Я не хочу это видеть. Нажимай. Не надо. Нажимай. Нееет. За что? Зачем тебе этот блокинг... Зачем тебе это линка, если ты покупаешь себе БКБ, чувак? Нет. Нет, ну на будущее когда-то, да, она полезна будет, потому что потом Квапа купит себе какой-то хекс. Когда-то, минуте на 50-ой, может быть, если все будет хорошо. Да блин, ты сейчас давишь. Ты чемпион. Иди, побеждай, уничтожай, убивай. Ну да, гноби, доминируй, властвуй, то есть. Вот, кстати, сейчас этот БКБ может сыграть. Сайлент взлетит на фокусе. Фокус. А БКБ-то вам зачем? Нет, нет, нет. Сложно. Ну, оно же не срабатывает автоматически. Я понял, почему его нажимать надо. Вот в чем проблема. Я не понял, Роман. Как казалось. Я вот не понял сейчас. Он что, зажал 10-секундное БКБ, чтобы уберечь? Я не знаю, я вот не представляю. Уже в нормальной, при нормальном раскладе, Polarity бы уже эту игру проиграли, наверное, несколько раз. Вот честно, мое такое личное мнение, что просто Бурдмазерс не могут как-то подсобраться и пойти навешать нормально. При этом Polarity сейчас получают огромнейшее пространство для того, чтобы, возможно, камбэкнуть в этой игре. Тут, по сути-то, никакого преимущества экономически уже и нет. 5 тысяч – это вообще не преимущество до 20-й минуты. Просто сейчас Polarity спокойно чувствует себя в этой игре. Если не будут косячить, тоже не будут перебуковывать, сыграют тактически грамотно и аккуратно, у них все еще нормально вполне. Тут, кстати, тактически грамотно и аккуратно сейчас Феникс отлетит, скорее всего. За ним еще там порция снарядов полетела. Да, с ним разбираются. Здесь также убегает Бэйн, но ему недолго в Глимере осталось здесь бегать. Так, одного усыпил тут перекры. Красавчики. Красавчики. Норм, норм, норм. Реально разобрались качественно. Уничтожили. Да, слушаю, Polarity реально имеют шансы. Ну, привет филеры. Это и проблема, да, Брудмазерс. Вот, в принципе, вот как я и говорил, мне кажется, команда просто вот за счет того, что недостаток опыта, они, в принципе, все неплохо нажимают на кнопочки. Это проблема вот этих команд, которые рвутся к Тир-1, к Тир-2. То, что вот есть огромный недостаток опыта. Как ты сказал правильно, вот это стандартные скрипты вот эти, да? Да, да, это полный бред. Ну, то есть, не знаю, вот просто, это вот как Магнус был когда-то. Я постоянно вспоминаю про Магнуса Геррокоптера. Была замечательная связка. Магнус постоянно влетает, дает РП, ему обязательно куда-нибудь на максимальный рейндж увезти вообще. Там лежит уже просто все от Геррокоптера. Да, то есть там уже видно, вот знаешь, что там цель красная, все мигает. Туда еще какой-то Свен заходит, знаешь, уже с молотком. А он просто увозит через всю карту в противоположную сторону. И такой тролл-фейс рисуется, знаешь? Да, и он такой, ну блин, ну там же, типа, скюмер можно увезти. Да ты можешь провести на полсантиметра. Ты нанесешь урон, замедление, все что угодно. Все сработает. И плюс нормально подставишь под колдаун, там, под Свенов, еще под кого-нибудь. Ну да. Ну вот и эти скрипты, они работают постоянно. Это вот когда у нас была эта мета Актариновых алхимиков, когда их просто уничтожали все и вся, потому что там была просто другая мета, там была мета минус армора и мета серьезного физдэмэджа, против которого алхимик очень сильно уязвим. И прессинг был очень жесткий. И в итоге, да, в итоге все эти Актариновые алхимики, там вот это как раз был франкфуртский мейджор, они все проигрывали. Многие говорили, что да ладно, блин, там, типа, нормально, все, короче, это топовый билд. И в финале мажора в одной карте был Актариновый алхимик, который проиграл, на следующей карте был через такие медальки, там прочие вещи. На падение, смотри, на фокуса, вот. Ну он БКБ нажал, кстати, вот БКБ теперь нормально. Заходит, сейчас бисмастер, классно кричит, квапу вырубают, но нужно дэмоджа побольше влить. Да, есть урон, есть очень много урона, три героя скончалось вообще без вариантов. И фокус, ну там куча, типа, ладно. Гонится, гонится, гонится за Фобосом, он так лапками, лапками, лапками перебирает. Еще давай, нет, не хочет. Ну надо давить. А, или Рошан, Рошан же стоит, точно, точно, точно. Нужно уходить на Рошана. Я не знаю, я просто не понимаю. Чего? Вроде все, вновь полярите на коне. Пойдем, нападем на Вивера. Стоило Вивера просто одну кнопку. Он это сделал, он нажал БКБ. Он бы на самом деле и наверху мне кастик взвалил бы. Вообще, штука такая, когда ты берешь, не берешь станы, Ну да. То очень тяжело сделать так, чтобы Вивер не нажал БКБ. Я просто понимаю, что с ними происходит. Я не могу вот для себя это в голову уложить. Ну я не знаю, вот сегодня реально не день полярити. Вот мне кажется, просто вот не их день. Да, бывает такое. Такое сетя бывает. Вот возьмите вы Тайтхантера вместо, я не знаю, вместо этого Тузка. Отправьте Джеки Росса суппортировать вместе с Вичдоктором. Все, у вас будет хотя бы один стан нормальный. Да, он долгий, скулдаун, но он хотя бы будет. То есть, интересно, что дальше соберет Вивер. Вот в чем вопрос. У него 4000 монет. Будем наблюдать за выбором этого игрока. И появляется Хекс у пака. Очень серьезный, конечно же, айтем. Да, с этим Хексом сейчас полярити еще сложнее станет. Дополнительный контроль появляется. Смотрим мы, что есть и чем парировать у полярити. Есть, в принципе, Локус Орб. Кираса, например, у Квапы как тебе. Кираса у Квапы. Да, в принципе, неплохая, наверное. Но Хекса не хватает все-таки, мне кажется. Да, вот именно. То есть, если нападут нормально на Квапу, то у Квапы будут проблемы. Конечно, там есть Лотус у Словного Фобос. А Фобос вообще хороший артефакт. Сейчас, смотрю, собирает. Да, Фобос, я сейчас говорю, он еще Хексу вот соберет, я так думаю, да? А, я не знаю, может и Линкин Сферу, может, оборонительно будет действовать. Есть Лотус Орб. Я подозреваю, что все-таки в Хексу... Ну, может и Хекс, может и Хекс. Кто его знает. Ну, посмотрим. Дорогой такой. Да, дорогой, ужас. Да, ужас дорогой. Но вроде он неплохо фармит, поэтому может быть и что-то выгорит с этой историей. Даггер у Феникса, Даггер у Бестмастера, у всех по Даггеру все агрессивные, активные нападатели. Ну и что-то прикупил себе Вивер, летит ему Кристалис. Ну да, он немножко задержал прирост демеджа со своими Линкин Сферами и Блокинг Барами. Они так-то ничего не добавляют. Там 15 здесь, там что-то 24, 34 на 10 тысяч нетворса. Это такое себе. Вот Кристалис его неплохо сейчас бафнет. Интересно, что Паша купил себе башер, не пытается какие-то тоже бутербля и там подсобрать. Тоже берет дополнительный контроль, получается. А станов нет в команде. Все, тебе нужен контроль. Если у тебя не будет сейчас еще стана, то есть вообще ему в идеале выйти в Абисал, да. То есть по-другому никак. Просто никого не поймаешь никогда. Смотри, с Фокуса сбили Линкин Сферу. Сейчас можно попытаться подразумевать его, сбить Аегу как-нибудь. Но вновь, вот в прошлой игре и в этой то же самое. Когда вас давят, у вас нет станов, очень сложно поймать героев, которые быкуют под товарами. Ну да, вот единственное, вы там шарды чуть кинули, какие-то каски залетели. Да, там Дезвард поставили. Ну вот он Юл. А Юл не совсем понятен для меня, честно. Да, да, ну сбили Аегис, хорошо. Это хорошо. Там в это время умер Джиггернаут. Посерьезнее будет персонаж, наверное. Так, нужно отойти, наверное, от этого солнышка. Потому что солнышко-то здесь взорвется. Куда идет Фобос? Фобос! Да, Фобос стрелет. Но там Паша, кстати, вовремя прыгает внутрь. И да, Вышка в итоге немножечко ее не добили. Квапа тоже что-то не совсем правильно, наверное, делает. Ну и как же Квапа посетает. Джиггернаут, Джиггернаут круто здесь попрыгал. Слуша-то. Есть хороший шанс сейчас забрать еще и Скангса. Но вот догонит ли его, и Бесмастер успевает отпрыгнуть. А что там случилось вообще? Ну а что случилось? Случилось то, что там никого не добил. Тут Пашу рассказал после байбека. Паша после байбека. Паша после байбека мертвый. Там Фокус не добил Квапу. Успела она блинг прожать. Хотя был близок как и Фокус к мерти, так и Квапа. Фокус прожала таймлоп. Квапа прожала блинг. И они просто разменялись любезностями. Вот сейчас Фокусу сбивают. В принципе, вновь в линку. Там еще у нас и Пак бушует. У Пака, кстати, есть Хекс. И да, вот явно вести Квапы таких резких телодвижений не делал. Но у Афонина должен быть блинг через секунду. Да, блинг у него есть. У Пака есть орб. Он отличный орб выдает. Вивер ковыряет Джекероса уже целую вечность, мне кажется. И у него так себе получается это делать. База-то стоит. То есть много дрались, но в итоге база стоит. И Вивер, 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 Вивер не стоит. Ну вот, загуляли. И теперь уже загуляли и сами Брудмазерс. Но! 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 Еще есть одно но. Это количество байбеков. Вернее, их качество. То есть два ключевых героя. Это Джаггернаут и Квин оф Пейн. Делали выкуп. Джаггернаут потерял 1500 голды. По итогам этой драки. Да. То есть он еще будет сильнее страдать сейчас. По стоимости персонажей. Пак хорошо фармит. Пак сейчас там 4500 на руках. Ну да, неплохо, неплохо. Давай взглянем на графике. Вот, например, сейчас после этих заходов. В принципе, видим мы, что ситуация особо не изменилась для Брудмазерс. Ну, по экспертам, уже никого тоже смысла особо обсуждать нет. В целом, вновь, игра вот очень похожа на то, что мы видели в предыдущей игре. Одна команда идет в атаку, умирает. Другая команда идет в атаку, тоже умирает. То есть пока те, кто идут в атаку, у нас умирают. Варианты? Не идти в атаку? Варианты? Как-то в эту атаку идти более подготовлено, возможно. Нет, нет, нет. Погоди, у нас так не работает. Так, понял. То есть вариант есть один. Не идти в атаку. И, в принципе, я почти уверен, что команды сейчас будут его придерживаться. Ну, вот да, это как раз-таки можно затянуть игру сейчас очень-очень неплохо. Я вот боюсь только, что полярити могут психануть, потому что это за ними замечалось. Во всех играх, что они достаточно, скажем так, резво играют. То есть где-то, возможно, не хватает выдержки немножечко. Но посмотрим тут по решениям. Все будет зависеть от капитана, скорее всего, как он сейчас определит. Вот видишь, ты был прав по поводу Хекса. Появляется он у Джакера. Ну, тут нужен Хекс явно. Тут вообще нужны контроли полярити. И их просто нет. Мы с тобой уже говорили. Вот нет станов, нет контролей, ничего нет. Вот то, что сейчас нужно делать полярити, это брать контроли. Мы видим, что и Паша прикупает себе башер, и Фобос прикупает себе, в принципе, тоже контроль. Это Хекс неплохой. Так что сейчас они этот аспект улучшат у себя. Они добавят контроля, и все должно быть чуточку получше. Да, Вивер добирает себе Дейдалус. Тоже неплохо. Добирает себе дэмэджа. Сейчас уже три сотки, выглядит совсем уверенно. Но если он, не знаю, себе еще либо бабочку, либо что-то такое купит. Мне Кираса нравится здесь, если честно. Кираса? Ну, возможно, да. Хотя, в принципе, наваливать по дэмэджу, кроме него, там, в итоге Кирасу тоже особо нет. Это, скорее, больше получится такой доп-оборонительный айтем, и для него более атакующий. Для команды он, может, многое не даст, да. Поэтому тут я теперь иду на твою сторону. Ха, когда я уговаривать умею? Да, да, да. Притом ты даже ничего не сделал. Ты просто сказал, лучше итем. Это скилл. Это скилл. Так, что делать далее? Мы видим, что Брудмазерс, имеют ли они смоки? Давай посмотрим. Забыл, главное не нападать. Тогда я вот хочу посмотреть, есть ли у них смок? У них нет смока. У Полярити смока тоже нет. Ни у кого ничего нет, короче. Ну да, 4 минуты еще не будет смока ни у одних, ни у других. Ну, подозреваю, что на Рошане мы будем лицезреть следующую драку. 2700 тем временем у Бестмастера. Ну и по итемам. В принципе, от релаксу какой-нибудь, возможно, форставчик, даггер. Вообще тут форстав и, мне кажется, Брудмазерс тоже неплохо бы заезжали. У Ила есть. Возможно, еще нужно докупить и Бэйну, как вариант. Так, смотрю, пошел тут скан. Не обнаружили там никого. По Ларике. Ну, кстати, если бы Бен бы себя купил в этой игре каким-то чудным образом на КБ, было бы жестко. Да, у кого? А, ну, значит, был Курица. В Курице валялся. Ну, это я не прочекал. Это косяк. 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 Боец. 10 отжиманий. Да. Ну что ж, выход от Полярити, точнее, попытка этого самого выхода. Пока мы видим, что здесь никого избранного взрыва. Ожидает Полярити. Это очень грамотный ход. Они ожидают, что кто-то будет сейчас дефить в верхнюю линию, потому что эта линия очень сильно подпушена. Крипы уже подходят к хайграунду. Видим мы, что пак Арбу пробросил, прыгнул сюда, но моментально возвращается в даггер. Курица задрот этот пак. Не, ну, правильно все сделал. В итоге, да, вот, вот, сразу же Феникс рисует, где находится противник. Говорит, мол, можем пойти защемить. Но смог был хороший. Смок был очень правильно продуман. Ну, знаешь, возможно, он был настолько... Очевиден. Очевиден, да, что вот поэтому на него никто и не повелся. В этом тоже, как бы, своя... Согласен. Есть фишечка. Согласен. Так, бестмастер три косаря. Дальше что? По стандарту, наверное, рефрешер какой-нибудь. Ну да, почему бы и нет. Какой-то рефрешер неплохо вроде заходит. В прошлой игре он собирал Шиву, но там был ПЛ, поэтому определенные причины на это были. Здесь я, наверное, тоже склоняюсь к какому-то рефрешеру. Возможно, какой-то еще тоже дополнительный контроль, типа Лотуса. Как вариант. Это из альтернатив, если уж говорить. Нападают. На врыв. Стирают Афонина. Непонятно, что там делал Афонин без Бэбэка. Один-одинешенек. Ну, вероятно, ждал Рошана. Это тоже косяк. Да. И в итоге не будет еще его 90 секунд. Правда, до Рошана там тоже. Где-то еще полторы минутки тормозить. Ну, можно неплохо линии хотя бы отпушить сейчас будет. Можно. Затишье у нас перед бурей. Рошан появится через сколько там? Минуту 17. Минуту 17, да. Полторы минуты, хотел сказать. Ну да, если кто-то подсказал. Спасибо. 5600 у пака. Пак. Один слот остается этому товарищу. Что здесь еще можно докупить такого? Очень-очень хорошего. Приятного. Шива, например, может неплохо выглядеть. Вариант. В принципе, рефрешер тоже может быть очень крут. Тут у нас падение сейчас. Да даже БКБ-ха, в принципе. БКБ-ха, да, тоже может быть более-менее неплохо. В общем, мы будем смотреть, что этот пак предпримет. У него, в принципе, денег валом. Тут фокусы вновь пытаются как-то поднапрячь, но фокус... Ну, надо добить здание по-хорошему. Миличный барак нужно добивать. Нельзя так просто смотреть миличный барак. Мы об этом уже не раз говорили. Фокус идет. Он рискует. Он добивает. Нужно нажимать, наверное, ультимейт и уходить. Нажимает БКБ. Правда, начинает наведочку дворить по Лилу. Лил живет. Там, тем временем, Кейсер неплохо заехал также и в Джиггернаут. Джиггернаут стоит под контролем. Фобос уже погибает. Ультимейт от Вейна в Джиггернаута. Огромная проблема у Паши. Его сейчас просто должны дагрызать. Фокус. Еще нужно пару ударов. Еще и Бестмастер там удар дает. Ни у кого бы байбеков нет. Слишком большие таймеры на респаун. И это значит, что... Похоже на GG. Да. Это значит, что будет действительно good game. Что сказать? Что сказать стоит по этой игре? То, что Polarity явно сегодня не с той ноги проснулись. Причем все. Если Фобоса можно как-то выделить, возможно, из общей картины, да? Ну, потому что он просто хорошо играл. То есть, вот остальные играли плохо, Фобос играл хорошо. Вот, собственно, и все, что можно добавить. Да. Не зладилось. Не, остальные тоже вроде где-то что-то делали. Может быть, вот действия Лила как-то совсем смазали общую картину. Знаешь, иногда бывают такие варианты, когда ты еще и капитан, да? Да, это может... И у тебя не зладилось. Это может повлиять общую картина. Вот, вот, вот. Может, что-то команде насоветовать неправильно. Еще и команда в итоге расклеится. То есть, еще дополнительные косяки в итоге получаются. В общем, явно видно, что не в своей тарелке полярити находится сегодня. Поживает просто на свивер БКБшечку. Никого, ничего не боясь. Хотя это тоже может быть чревато. Лил получает вновь дэмэджи. Моментально сгревает... Сберевает этого Лила. Афонин находится в БКБ. Но, понятно, что работает Дримскул. Никуда тут Афонин не девается. Хочет сорвать связь. Зарвет и умирает от пака. Да. Ну, тут Дезвард вроде бы неплохо стреляет. И Вивера даже нормально подамажил. Но все равно там стороны начинают... Вернее, продолжают гореть здесь. Хотя пару человек здесь добивают. Вот Феникса, правда, не смогли. Феникс под урной. Подрубает Санрей и делает телепорт. Все действия одноременно. Форбус там, кстати, добивает Бестмастера. Что немаловажно. И, возможно, кстати, на Рошана сейчас зайдут ребята. И с Полярити это нужно делать. Очевидно. Вот, кстати, нижней стороны нет. У Брудмазерс. Это есть плюсов. И сейчас еще и Рошана забрать можно. И как-то нужно теперь отбиваться еще центр и вверх. Чтобы крипы там не давили. Пока Джаггернаут, кстати, хотел сказать, будет допушивать. Но Джаггернаут отправляется в атаку. Нападает на Ила. Убивает его. Не успевает на Ила. Кстати, я бы на месте Вивера вообще сюда не подставлялся. Потому что это просто верная смерть. Так, тэп аут. Нет, 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 не хочет. Потому что есть Бестмастер. Бестмастер с Блинком сейчас будет догонять. Блинк также прожимает и Джаггернаут. Джаггернаут понимает, насколько близко вообще он находится к смерти сейчас. И смотрим, смотрим, смотрим внимательно. Видят ли Джаггера. Вот, увидели. Увидели Джаггера. Увидели вообще всех. Здесь нападение также Фобос. Фобос защищает своего тиммейта. Фобос, кажется, готов погибнуть за своего напарника. Но, кстати, у него есть байбэк. Да, это хорошо. 19 голды в плюс. У Фобоса... Это замечательно, что Фобос здесь с байбэком подставился. Потому что потерять Бестмастера означало бы, конечно, гг. Скорее всего. Байбэка там у Джаггернаута нет. Да, то есть. Потерять Джаггернаута означало бы здесь ггшечку. Поэтому Фобос молодец. Ставим ему вновь галочку. Лойс. Да, но падает Рошан. Это третий Рошан. Забирает его Брут Мазерс. Это сыр. Аега. Аега у Вивера. Кстати, вот рефрешер пак собрал. Не знаю, мы, наверное, не обратили внимания. Не, мы с тобой не обращались. Это на рефрешерочек. Ну, хорошая штука. Все-таки там пара дримкойлов, пара хиксов. Это очень сильная штука НС. Согласен. По сути, два прокаста пака вместо одного. Блин, ну что может быть лучше? Наверное, это только три прокаста пака, но это нереализуемо, к сожалению. Из области фантастики. Не, ну можно морфлингом сделать. Так, давай мы не будем. Я уже вспоминаю виплей и наша дискуссия с ПГГ, сколько можно акса в одной игре собрать максимум. Я уже помню эти шадоу-демоны, там, репликейты. Но мы когда-то миперов считали. У нас тоже очень много времени на это ушло. На самом деле мы пришли к тому, что можно вообще какой-то нереальный количестве собрать людей по-хорошему. Потому что там еще есть всевозможные там рубики вражеской команды, которые воруют там эти скиллы. Там, да, 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 да. Ой, из-за чего. Вот таким лучше не заниматься. Поэтому вот эти паки, возможности, варианты, давай не будем вдаваться. А то мы с тобой тоже расплывемся слегка. Куда уже дальше-то? Согласен. Так, что по линиям? Линии все запушены. У Поларити, соответственно, они вынуждены защищать вот этот последний оплот. Последних два здания. Глиф будет через 15 секунд. Ну, за 15, конечно, вряд ли поломают. Но ждут, ждут, когда будут запушены в сторону. Бороться, если вот откровенно, да, вот этот... Аега, посмотрите на твою веру, у него 3200 хп. Линка, БКБ, немало дэмэджа, в принципе. Аега. Тут один раз убить, это вообще издевательство какое-то. А еще и дважды нужно это сделать. Да, там еще и криты двойные работают. Угу. Так, ну вот там нападение пака с фланга. Хорошо, нападает на Пашу. Пашу пока что держат в контроле. Вивер нападает дальше на Пашу. Поломали, кажется, нет. Хеллингвард по-прежнему стоит. Вот только-только его поломали. Срезают Лила. Лил ничего сделать так и не смог. Ставится яйцо. Феникс горит, Феникс горит, Феникс догорает. Застанило здесь Пашу. Ну вот Вивер наконец вспомнил, зачем они вообще на эту линию пришли. И начинает ломать базу. Ну, в принципе, главная задача сейчас для Бурдмазера сломать эти бараки, сделать мегагрипов. Проблемы против мегагрипов полярите будут огромные. Фокуса, правда, пытаются сейчас за это наказать. За этот куш бараков флай. У него по-прежнему эгида на руках, поэтому ему все равно погибнет он сейчас или нет. Да, вот слетает с него Эггис. И Джаггернаут нормально, на самом деле, это режет. Но надо понимать то, что бараки падают. Фокус, фокус. Срезает флая. Очень больно. Блин, как же эти криты-то вылетают часто. Здесь нужен рабочий, чтобы почерить бараки полярите. Явно его тут не хватает. Дело сделано. Да-да-да, дело сделано. Вот это. Дело сделано для команды Брудмазерс тоже. А вот это нежданчик. Это реально очень сильный нежданчик. Нам как раз показывали коэффициенты во время этого матча. 3 и 5. Кто-то выиграл квартиру. Три с половиной... Трех с половиной комнатную квартиру. Поставил однокомнатную, выиграл трех с половиной комнатную. Трех с половиной комнатную? С лоджией. С балконом лоджией. Нет, у меня вообще балкон топовый. И коморкой. Я там живу на балконе, если что, у себя дома. Понятно. Там реально круто. На самом деле я себя успокаиваю просто. Чтобы как-то тешить себя. Мысли о том, что у меня есть личное пространство. Ладно. Да, это очень неожиданный результат. Вряд ли кто-либо ожидал. Мы с тобой так точно нет. Не знаю, как ты я. Да, в итоге Брудмазерс... Это победители OpenQual. Да, победители OpenQual. Попадают по винарам, идут они дальше на Rebels. Мы уже об этом говорили. И внизу у нас... И внизу у нас, да, Ниш Берс против. Да, Ниш Берс. Да, против Polarity. Да, да. Эти все матчи у нас также будут когда-то скоро. Да, вот она турнирная таблица. Все так красиво вообще выглядит. Вообще просто. Все летает, светится, крутится, вертится. Да, ну что, наверное, на сегодня все. Наверное, мы не будем задерживать наших дорогих зрителей. Не будем их долго мучить, как ты правильно сказал. Ну, нам еще завтра с тобой работать 4 Best of 3 соответственно. Да, всего-то 4 Best of 3. Так что, друзья, завтра обязательно идите сейчас поспите. Просыпайтесь пораньше. Чистите зубки, включайте ваши мониторы. И смотрите на нас с Каспером в 12 часов дня. На нас таких красивых, в скобках, нет. Да нет, просто красивых. Просто красивых. Ну, хорошо. В общем, с вами работали Баффик и Каспер. Спасибо вам огромное за внимание. И до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля.